Мы продолжаем отвечать на вопросы зрителей интернет-портала Экзегет. И вопрос такой, из послания к римлянам, 11 глава, 32 стих, «Ибо всех заключил Бог в непостушании, чтобы всех помиловать». И вопрос, как понимать эти слова апостола. Замечательные слова апостола. От них каждому внимательному читателю вид утешением и прохладной радостью. Каждый человек, пока он далеко от Бога, от христианства, от церкви, он предполагает, что он хороший. Ему кажется, что он хороший. Вот бывают такие, которые объективно нехорошие, им кажется, что они вот ужасные. И обычно это связано с совершением каких-нибудь страшных грехов, либо с искаженным воспитанием. Вот, что он привык себя во всем виноватить, считает себя там никчемным человеком. Не про таких речь, в данном случае нам важнее, что есть люди, которые считают себя вполне хорошими и адекватными, живущими правильно, по совести. И вот, конечно, они проходят мимо церкви. Зачем она им? Это же для грешников, а не для меня. Но что-то происходит с человеком. Либо он все-таки однажды согрешает, либо обстоятельства жизни вынуждают его обратиться к Богу, и он ищет помощи. Либо, хорошо бы так было почаще, свет Христов просвещает его сердце, и он вдруг начинает верить в то, что Христос есть, не впадая при этом ни в какие страшные грехи, И просто обращаясь, ну так, как, скажем, митрополит Антоний Сурожский, так, как, скажем, Корнилий Сотник, или Евнух, которого крестил апостол Филипп. Люди замечательные, удивительные, правильные, и вот их касается благодать Святаго Духа, они понимают, что грехи их прощены, и что они, наконец-то, обрели мир с Богом. И вот когда человек приходит, так или иначе обращается к Богу, так или иначе обращается ко Христу, каким-то своим путем приходя к Нему, для Него очень важной, очень важной частью его опыта жизни со Христом является понимание того, что он Богу непослушен. Непослушен. Это у человека, у человека привыкшего ощущать себя правильно, вызывает страшный наглом и надрыв. Ну, у некоторых, особенно тех, которые пришли от великих грехов, это не вызывает, потому что они понимают, что они были гораздо более непослушны в прежние времена. И вот тогда, когда человек начинает ощущать собственную непослушность к Христу, собственное несогласие с Ним, собственное прикословие, противление Ему, для Него очень важно услышать эти слова, что оказывается, все люди так или иначе непослушны. Все люди так или иначе спорят с Богом. И тогда Ему открывается та бездна, которая открывалась святым, только святым, она великим святым открывалась в опыте, а нам открывается на страницах их слов. Мы начинаем понимать, что и они, величайшие святых, видели, видели эту свою глубочайшую испорченность, эту укорененность в непослушании, даже если всю свою жизнь клали на то, чтобы Бога слушаться. Они понимали, насколько они во внутренности своей, в глубине своей, они непослушны. И вот когда мы прикасаемся к этому, мы понимаем, что все непослушны, но все любят и милуют Бог. Для каждого человека долгое время, лучше бы это время было покороче, долгое время кажется неким гранью отчаяния, что человек искренне пытается слушаться Бог, и у него ничего не получается. Он искренне пытается быть верным Богу, но у него ничего не получается. И он впадает в отчаяние. И когда он понимает, что на самом деле непослушность Богу, ощущение своей непослушности – это нормальное состояние человека, нормальный человек понимает, что все так или иначе мучаются, желая быть Богу послушными, и никак этого совершенного послушания достигнуть не умея, до людей доходит вторая часть этого слова – все непослушны, а потому все помилованы. Все. И степень непослушности разная – преступника, негодяя, подлеца и просто ошибающегося человека, но все непослушны, чтобы всех помиловать. И человеку начинает открываться не только его собственная беда и собственная радость о том, что он помиловал. Но если Бог помиловал меня за непослушание ему, то значит, он помилует и другого, хотя и другой непослушен. Потому что само по себе послушание не является источником его милости. Оттого, что мы послушались, он не помилует нас. Он помилует нас в любом случае, именно непослушание является тем, что взывает о помиловании. Если мы совершаем всегда только хорошее, мы не нуждаемся в помиловании, мы нуждаемся в награде и похвале. А если мы все непослушные, то всем нужна милость. Кто бы в чем ни был непослушен, всем нужна милость. И когда мы открываем этот общий, тотальный характер нашего непослушания, что мы один из миллиардов-миллиардов непослушных Богу, а значит, так же нуждаемся в милости, как и все, и так же ее получаем, как и все, а получая сами эту милость Божьим, понимаем, что так же легко она изливается и на всех прочих, это является источником радости. Но человеку, не смирившемуся, очень трудно принять, потому что он-то хочет добиться этого состояния послушничества, чтобы сказать Богу «Я тебя достоин». Это, понятно, заблуждение, но именно этого невольно хочет человек нет, не получится. Бог всех заключил в непослушании, чтобы явить милость всем, чтобы не разделять людей на тех, которые заслужили и на тех, которые не заслужили. Он объединяет всех людей в одно существо, в одну нравственную категорию. Вы все передо мной виноваты, поэтому я всех прощаю. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok